Исход заграничных брендов продолжается. Теперь покинуть Россию надумала шинная компания Мишлен. Напомним, что производство на территории России французские шинники остановили 15 марта, а сейчас заявили, что для возобновления работы нет технических возможностей. В частности, ввиду усложнившейся логистики. В итоге группа передаст свои активы новому владельцу до конца этого года. Скорее всего, производство и коммерция достанутся менеджменту локального офиса. Также объявлено, что новая организация не будет связана со структурой и маркой Мишлен. То есть новоиспечённые хозяева бизнеса не смогут выпускать и продавать продукцию под брендами Мишлен, Биев Гудрич и другими. Что же сможет делать оставленный французами завод, сейчас совершенно не ясно. Возможно, предприятию придётся разработать собственные модели резины, ну и попутно придумать или приобрести какой-нибудь бренд. Добавим, что штат российского Мишлена сейчас составляет около тысячи человек, из которых 750 — это сотрудники производственной площадки Давыдова. Этот подмосковный завод способен ежегодно выпускать до двух миллионов легковых шин. В глобальном плане рынок России оказался для компаний не самым значительным. Так, подмосковное производство давало лишь один процент от общего объёма легковых покрышек, а продажи на рынке России занимали два процента от мировых. Финский шинногигант Nokia Antares также начинает контролируемый уход из России. Подробностей пока минимум, но уже объявлено, что первым шагом станет значительное сокращение штата российского завода. Расположенное во Всеволожске предприятие лишится четверти персонала. 300 из 1300 сотрудников будут уволены по соглашению сторон. Заявление штаб-квартиры прокомментировал генеральный директор российского офиса Андрей Понтюхов. Менеджмент российской компании представил Совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компаний в России в автономном режиме. Мы верим, что принятие этого предложения позволит нам продолжить операционную деятельность в России. Однако Совету директоров требуется больше времени для принятия решения. В любом случае, целью является реализация решения, которая позволит обеспечить продолжение устойчивой деятельности компаний в России. Фактически, речь идет об автономной работе российского завода. Вероятно, под другим брендом. Уточним, что все воложские мощности позволяют выпускать до 15 миллионов покрышек. И до февраля две трети продукции уходили на экспорт в Центральную Европу и Северную Америку. Так что для финнов отказ от российских активов будет гораздо более неприятным и болезненным, чем для компании Мишлен. Продолжение следует...